здравствуйте любители баскетбола дамы господа джентльмены сегодня у нас будет гайд от моего лица как я это думаю про центрового в общем расскажу вам все тонкости так как центровой все таки мой первый персонаж на котором я отыграл очень много игр и до сих пор остается больше всего побед собственные поражение наверное еще в два раза больше просто расскажу вам все то что я знаю о нем что не знаю если что-то не знаю добавлять комментарии закреплю ваши комментарии все люди которые посмотрят гайд они безусловно увидят что вы написали так что мы начинаем ну во-первых друзья хотел бы отметить что центровой это в первую очередь защитник да и я бы их объединил под как вот трех такие позиции как кт пф и центровой но центровой он прям стопроцентный офигеннейший защитник если вы хотите использовать его как нападающего вы можете да но но лучше всего использовать как помощник офигенного защитника который подбирает который блокирует который страхует который хорошо ставит спины при этом может растянуть в атаке стоя где-нибудь со средней станции его сличку сделать он забьет вот мне кажется на мой взгляд это идеальный центровой если вы собираетесь играть центровым под кольцом да допустим используя там скиллы там еще что то то на мой взгляд это очень херово да почему вы спросите все очень просто современном фристайле очень распространена изоляция и как правило даже если вы не играете изоляцию вы все равно играете изоляцию просто у вас она своеобразно когда вода когда тот же центровой пф коттедж кто-то дает в краешек коин сг пг все равно играет один на один это все равно изоляция так вот тот же пг тот же сф тот же пф которые в основном играет от двух очков а среднего броска до среднего броска они не могут они типа у них есть два варианта развития событий либо он обыгрывает вот на этом квадратике своем большом да дело средний бросок либо же он не делает проход под кольцо и забивает да но если вы играете на центровом который не растягивает то есть который не может кинуть средний бросок не может им трех кинуть ну 3 это уже вообще конечно я загнул средний бросок вы не можете забить то есть вы все время тусуетесь где-то примерно вот тут вот в этой области да допустим если ваш нападающий находится вот тут вот да видите где я пингую желтеньким кругом а вы находитесь где я да то защитник ваш ваш который будет опекать вас будет скорее всего пикать пфк т или центр он будет вот здесь стоять или даже дг кто-то может заблочить будет и здесь стоять то есть он будет успевать и к вам и на подстраховке и все то есть ну вы сам понимаете да человек ой человек персонаж который будет бросать средний бросочек он будет очень зажат причем это работает любую сторону безусловно есть такие как sg допустим да sg но опять же если сг закрывает треху что он сделать он пройдет под кольцо он пройдет под кольцо на него выйдет защитник здесь будет сзади стоит и вы уже не растяните но если же вы будете находиться здесь пойдет автоматическая передача сюда и будет средний бросок то есть растягивать это мне кажется так простая позиционка если же будете играть все чисто того который там эти спиной играет там руки бросает sky хуки и все такое и я кстати таким раньше был это очень сильно ущемляет нападающих мой которые из-за вас не могут пройти под кольцо потому что если они подка под кольцо потом будет встречать уже хороший защитника хороший пф центровой лекаты он накроет уже сюда возможно там dd нажмут и все такое там скидочку сделать с хорошими защитниками такое прокачать раз-два и можете про это забыть так сначала мы с вами перейдем к атрибутам да первое чем если вы делать защитника хорошего вам нужно прокачать блок и скорость видите у меня скорость не прокачивать большой косяк поэтому что вы просто-напросто защите не будете успевать и на подстраховку и своего персона защитника нападающего держать то есть скорость обязательно качайте вот допустим тот же миддл шот вы вкачиваете скорость да и это как сделал и что-то вот и из этого и с ребаунта блок или то слово уже тоже спит вталкиваете скорее всего я бы на вашем месте скорее бы это в подбор или из подбор или тасла взял блок бы я не трогал блок наша на центровом все да как-то так ну собственно можете запомнить что да запоминайте да тассом блок ребаунд средний бросок там это у меня прокачивать на пятерочку ну принципе не обязательно думаю вполне будет хватать чтобы ноу марки сбивать скиллы друзья давайте перейдем скилом скиллам обязательно я советую вам поставить мануал блок он обязан быть у вас присутствовать иначе вам будет даже с большим количеством блока атрибута без мануал блока вы вам будет тяжело блокировать те же данки так что мануал блока и на карты он нужен обязательно и как скилл далее у меня есть бэк блок вот я играю на пф и сейчас я очень скучаю вот по этим блоком я привык что центровой может творить вот такие чудеса и мне на плейфи крайне не хватает далее у нас есть power блок который в лицо так вот вы накрываете мощно сочно кстати хотел запомнить вам если у вас есть возможность донатить да если вы донатите то в ивентах обязательно выбивайте сп ранник 3 и сп стамину 3 обязательно прям если у вас хватает деньги но есть деньги да вы донатите то обязательно 100 процентов вы должны иметь эти стамины также ставите shadow блок это чтобы блокировать как видите на картиночке сзади очень помогает я говорю я играю на пф и прошу прощения зонки я играю на пф и очень скучаю по этим блоком очень скучаю далее блок пас ну короче все скиллы которые у вас имеется на блок вы ставите вот и все мануалы об он нужен нужен просто муж хотя с другой стороны если вы будете играть как я вам говорю растягивать мануал блок нафиг вам не сдался далее сп мидл шоты потому что у меня центровой который растягивает вот обязательно он секс и секс и на мид увеличивает от вас а то есть я бы напомнить что вот этот аутлит пас это донатная штука задана то есть при подборе если если он у вас имеется вы можете нажать на d и после этого ваша центра он начинает локтями отбивать всех то есть если кто-то хочет после вашего подбора у вас застилить это очень читерская херня против которой типа никто никогда не застилит только если интерсеп нет после вашего паса вот так что если у вас имеется средства опять же и есть возможность донатить на него то хотя он вытаскивается примерно тут же откуда и евро степ вот это все и из той же коробочки ну скрин на ваше усмотрение но учитывая что играю на центровом да я тоже всегда скрин заслон да послом бокс аут 100 процентов вам нужен то что если вы центровой обязаны ваша задача на центровом найти это центровой пф и кт основная задача это ставить спину защитнику то есть не подпускать его кольцу да никак не подпускать забирать подбор после того как вы поставили спину вот нажимаете на на w ставите спину не подпускаете защитника выбираете мяч все залог успешного подбора я здесь что 50 процентов это не только тайминги и ваш мс конечно же и это как правильно выпал выбить выберите позицию для поставления спины ваш опять же хотел бы напомнить что если у вас мс от 100 вы даже 80 если у кого-то будет 20 у другого вашего оппонента допустим у пфа чужой команде то вы никогда в жизни не переподбираете человек просто будет доминировать на подборе но если у вас прямые ручки все возможно но моих руках разница в 20-30 м с а это просто небо и земля меня переподбирают вот она та самая стамина 3 которая тоже за донат из боксов достается далее имеется миддлшот фокус это чтобы забивать средние броски после пасса сразу же а пауэр ребаунд безусловно очень полезно я кстати ей не пользовался мне как тут в комментарии написал почему ты не пользуешься им ты бы столько подборов мог забрать если бы ну как говорится не всегда пользуюсь я я знаете ли сам тоже еще тут сама учка далее все для среднего броска шаттач шуттач а келпас ребята это просто песня на вашем центровом так как вы играете на центровом вы обязаны иметь скилл пас и киев пас вот эти вот две вещи потому что нападающие очень часто когда их зажимать они отдают вам пас и в этот момент во время ассиста вам вы должны быстро вернуть ему особенно играя с сг в команде который крутится вверх покажут финты да открывается свободно если человек прыгнул на финт вы обязаны чем быстрее вы отдадите передачу тем быстрее он забьет это очень полезная штука ну и тип in a chip out допустим это я поставил сам посоветовал бы еще кое-что тип тип оттач и пеншот вот очень полезная штука говорят один сказал супер а пф лучше чем put back down намного типа put back down можно накрыть а тип иншот сложнее и сложнее но с этим не стоит вот вот он ниже сейчас еще вам маленькую маленький маленький совет покажу так друзья немножко про позиционку он я начал говорить про ваши келпасы данные так далее смотрите рассказываю вам тайну вы получаете мяч в центре начале атаки да в любой сразу отдаете на суда или налево направо кто вас там скоро пг на вряд ли что если у вас будет сг и пг вы отдадите пг правда же скорее всего дадите на сг пас чтобы он атаковал если он не бежит центр к вам на ваше место но если он к вам бежит в центр то водой мяч и сами уходите влево просто если он остается там вы просто есть центре да то есть постоянно растягиваете позицию но когда сг сг как обычно такие позиции да есть с в сг да там сф короче многие позиции атакующие они в основном когда вырезают защитника используют центрового или котель и пф как человека которому можно вернуть мяч и тот вернет ему назад то есть дойдут пас и он возвращает назад то есть как бы отыгрываются от вас чтобы видение назад себе забрать да и вка короче у них очень мало паса атрибута до всегда и разумеется если он будет крутиться где-то в центре да вот здесь вот и вы будете находиться вот здесь в уголочке здесь нахожусь а он будет в центре ваш мяч у его пас вам может полететь за голову может стеночку отлететь и вообще короче прикол в том что когда он крутится в момент кручения если вы увидите что защитник успевает за ним обычно если у сг слабенький ну то есть у него карта не прокачать нет сексесов да он не забьет такой бросок и умные умные нападающего он отдаст пас да то есть это не касается конечно атакующих персонажей которые играют от среднего броска там от данков от остального они навряд ли вам пас вернут да но есть такого ну в основном это ссг игр работает или персонажа которые кидают он будет вам паса давать да и в этот момент когда он крутится старайтесь немножко подойти поближе на дистанцию паса потому что чтобы он дал именно вам пас если вы будете стоять на большом расстоянии он просто вам закинет и он запорит атаку потому что вы не были в этот момент эти вот эти вот пасы через всю поляну когда они не работают да вы сто раз наверное видели когда мяч бьется куда-то в стеночку в заборчик и отлетает это чисто из-за рейнджа то есть у него не прокачивает пас опас никто не качает наверно кроме пг или для особенных тактик да навряд ли что кто-то будет по скачать поэтому в любой момент когда он крутится если вы находитесь допустим вот здесь вот да вы растягиваете да если он здесь да если другой защитник здесь то конечно он сыграет с ним как бы паста в стеночку да но если вы ближний к нему обязательно во время крутилки или обыгрыша да вот именно не под кольцо там и если человек пока что обыгрывать да то не нужно к нему идти никогда не тащите защитника к нему если он бросает именно на трех уйдет да обязательно делайте движение к нему чтобы во время этого паса вам вы резко вернули тем же килл пасом до чтобы сработал и килл пас очень быстро мяч возвращает и он забил свободный бросок то есть никогда не идите от защитника но это тонкости которые нужно самим поиграть и увидеть как это работает давайте друзья перейдем к мастере сейчас да в основном на центровых используют два мастера хелоп кетчер и shadow rim protector в основном в основном сейчас использую shadow rim protector потому что он увеличивает работает на блок в основном да поэтому вы используете его и на мой взгляд лучшего варианта нет да то что подсказывает вам вы можете конечно использовать но вот как здесь допустим минус семь стамины дает да и зато shadow блок горизонтал рейндж да но у меня и так мало стамины зачем я буду стамины резать поэтому я выбрал допустим именно блок апгрейда и где подбор минус подбор но shadow горизонтал рейдж короче его был такой да то он выбрал shadow блок кач мастер да опять же power rebound рейнджу рейнджу хотя мог бы то что советует выбрать это уже на ваше усмотрение можете вот и вот допустим лонганг мастер кстати он хороший я давно не смотрел на самом деле не знаю почему я выбрал так туда shadow бок раньше но видимо мне очень нравились эти блоки вот этом хотя здесь пассивка которая ничего не забирает вот видите опять же опять же я давно не играл давно не трогал домой и не знаю что там как работает нормально ведь и когда мануал блогинг increase the block range of long down прикольно то есть вот данки можете блок ведь мой косяк мой косяк будьте это не читал особо вот здесь я использую вот это увеличивает скорость бега ну и далее у меня вот different smoke speed что-то блогеры стал раньше увеличивается хотя можно было допустим вот эту часть поставить который рекомендуют здесь уже сами выбирать какой лучше не лучше все методом тыка ну и лично я это делаю поэтому подсказывать мне некому так что можете у меня как говорится стырись а можете сами давайте далее перейдем ну вот мы пережили с вами хэви лоб кетчер да и вот она асана кребаунда да все хорошо подбираете работает больше уже на подбор да эта часть вот опять же да здесь рекомендуется взять ребаунт апгрей 4 да но при этом видите у вас будет минус стамина здесь будет минус running speed здесь у вас будет минус тассу а здесь у вас будет минус блок опять же в таком раскладе я бы никогда не взял эти три я бы взял минус тассу лучше минус 3 то сломит чем то что рекламе рекомендую здесь минус 7 стамины далее у нас бокс-ауты усовершенствованные здесь сами решайте что вам лучше чего чего избавиться что не ну здесь все на горизонтальный блок то есть вы хорошо ставите спину но при этом у вас уже горизонтальный блок все зависит от чего вы отталкиваетесь так далее далее у нас рекомендуется очень сильно апгрейте ваш заслон то есть чем выше у вас тассал тем лучше тем больше у вас ширина заслона то есть в этом случае ведь раз таки в этой ветке вам нужен паса очень сильно нужно если вы используете его здесь же у вас допустим здесь улучшается ваш типы на либо put back down опять же зачем как вы используете центрового так и качаете да то для вас лучше и допустим больше нравится когда играю от защита но именно от блоков здесь замечательный скилл советуют down shot resist master то есть во время данка если вы не поставите блок но при этом помешать так что соперник промажет либо power ремонтом great опять же видите с подбором связано то что это ветка проб подбора честно скажу через лопост playmaker никогда не играл атакующего центрового никогда не делал и принципе никогда такущего центрового и не видел в основном все кого увижу это либо центровые которые хорошо кидают средний бросок либо трехочковый но чаще средний бросок чем трехочковый так друзья опять же если у вас центровый который атакует до вернемся скиллам то разумеется есть и атакующий скилл такие же как skyhook skyhook вообще редко пользуется даже когда я им пользовался все говорили ого он работает он же сломан он там еще что-то очень часто видел хук шуты да и вот эти броски которые в отклонении найду вот это шут обязательно нужно если вы играете под кольцом да умеет стоит но то что меня центра в основном играет со средней дистанцией на силы иногда атакуете то он вам обязательно нужен но это помогает если вы находитесь пятное кольцо быстро выбросить мяч и забить особенно хорошо работать если у защиты держит кого-нибудь маленький игрок ну то есть там пг-дг-св который особо вас не держит то на один разочек хватит один-два раза что он не успеет на него отреагировать разумеется стандартная постапа quick change это если вы играете от атаки так еще один хороший скилл называется screen body check то есть во время заслона во время заслона ну то есть вы ставите заслон допустим это играете дэш да допустим с сг во время заслона вы можете управлять своим заслоном то есть если вам вы поставили нажали днw да персонаж пробегает от вас чуть левее вы почувствовали что вы косякнули заслон да не ровно поставили вам нужно его зацепить и просто нажимаете стрелочку влево да ну здесь написано что прямо нажимать на это потому что защитник пробегает витя он пробегает там прямо за спиной на это пробегал бы слева бы нажали бы налево направо то есть он короче ваш заслон может двигаться на правое левое плечо, как вы будете им управлять. Вот один тоже хороший скилл в отклонении бросок, но он очень коряво смотрится, и я бы не использовал, но опять же, на ваше усмотрение. Часто, кстати, центровые, которые защитные используют тап-пасс, я им так и не научился пользоваться, поэтому я такие пассы коряво раздал, поэтому я не пользуюсь. Но очень полезный скилл, поэтому в арсенале хорошего защитника он обязан быть. Обязан быть. И так, собственно, давайте перейдем к картам. У меня SP1 стоит, но SP1 стоит только из-за того, что я все сам учился. Это мой первый персонаж, мои первые карты, я ничего не знал, я брал примерно то, что мне надо. И на мой взгляд, тогда, когда играл под кольцом, я не растягивал, тассел, ребаунд и шорданг был идеальным вариантом, да. Но сейчас я использую конечно SP6. SP6 потому, что middle shot, во-первых, да, то, что у меня там в атрибутах middle shot стоит на, там, на 3. Он, в принципе, не нужен, да. Потом там блок стоит, да, то есть он повышает еще больше блока вам, что у вас есть. И третий running speed. То есть, running speed у меня не прокачивает, middle shot у меня, ну, не в балансе, а вот тут как раз в балансе. Если running speed, вы быстрее бегаете, быстрее накрываете и блок, и все хорошо работает. То есть, на карте, конечно же, безусловно, вам нужен либо блок, либо мануал блок, либо move speed. На мой взгляд, если у вас SP6, да, можно и... два мануал... Один... Обязательно вам нужен будет один блок-атрибут, потом, ну, два-три мануал блока, обязательно, и move speed. Move speed обязательно вам нужен чисто из-за того, чтобы быстро бегать, чтобы подстраховывать, чтобы успевать возвращаться назад к своему защитнику, он обязательно вам нужен. Если вы используете центрового как защитника. А, на мой взгляд, использовать его как-то по-другому, ну, это, не знаю, только извращенцы и, может быть, задроты, которые, наверное, гораздо больше, чем я. То есть, мой совет, мой совет, да, это иметь на дефенсе блок-мануал блок-мануал блок-мануал-блок move speed, а здесь иметь два мануал-блока и тоже move speed. Мануал-блок, опять же, хотел бы рассказать, это и есть в предыдущих гайдах, он влияет на работу вашего блок-ранжа. То есть, когда вас летят напрямую блок ставить, вы можете ставить только напрямую. Если у вас мануал-блок имеется, да, и имеется в большом количестве, то есть, вы можете, вам не обязательно прям ему ровно блок ставить, можно чуть левее, ну, чуть правее, и, короче, он работает в ширину, скажем так, не высоту, а в ширину. Как-то так. Ну, и еще раз вернусь к тому, что, безусловно, на АКТ-центровом ПФ, да, очень важна позиционка, как и в нападении, так и в защите. В принципе, она нужна на всех персонажах, но на них особенно, на этих особенно. Потому что вы офигенный защитник, вы должны успеть и своего защитить, и другого подстраховать, если это нужно. Конечно же, если в идеале, да, когда все хорошие защитники, вы никому не должны подстраховывать, да. Но все же в идеале должны подстраховать и помочь. Ну, и при создании персонажей, конечно, не забывайте про вещи, да. Вот мои старые, допустим, они были на блок, вставлены на блок, вверх был на постшот. Ботинки на скорость, да. Ботинки обязательно на скорость ставьте, потому что вы должны быстро бегать. Штаны обычно я на блок ставлю, вы решили что-то другое поставить, ваше дело, конечно же. Ну, вот мой новый, это где наверху у меня средний бросочек. Ох, друзья, не знаю, стоит ли рассказать про фристайлы, да, потому что они все примерно одинаковые, особенно бесплатные, поэтому это смотря кем вы используете. Допустим, я играю на центром, который хорошо кидает средний бросок, ну, Марк, да, у меня стоит бэкджампер, то есть за три подбора у меня мидшот сексесс и скорость броска увеличивается, ну, смотря сколько раз я буду использовать его, да. Также имеется лонг рейндж реверс этот, да, тоже от ассистов зависит, потому что я ассистов очень много делаю за счет килл пасса, это просто песня, мяч летит, я не знаю, как пуля просто летит. Ну, и кратерим это чисто для понтов, потому что я в основном бросаю средние броски, и это осталось от старого. Когда я играл под кольцом, было забавно, скажем так. Ох, долго сидел, думал, что я еще забыл, что не забыл рассказать. Вроде бы, в принципе, все, если есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Если есть, то добавьте, тоже пишите в комментариях, я сделаю, закреплю ваше сообщение, чтобы все видели. А так, в общем-то, это все, что я хотел сказать про центрового. В общем, самое главное, позиционка, и как вы нажимаете кнопки, безусловно. Не забывайте про ваш МС, если у вас МС гораздо больше сотни, или сотни, то против тех, у кого 20 МС при подборах, вы не справитесь. МС, к сожалению, к сожалению, центровой это тот персонаж, который очень выполняет много грязной работы, такой, как, типа, ставить спину, подбирать, ставить блоки, да, короче, подчищает за косяками других персонажей в вашей команде, да, и если вы не будете брать подбор, подбор, подбор иногда решает очень многое, да, и если вас переподбирают, да, то, допустим, ваш соперник делает 6 подборов, а вы 0, сами подумайте, даже если они половину забили, это уже 6 очков, а если это 3, это 9, 3, и очень тяжело будет вывести такую игру, где нет подбор. Конечно, в современной мете, да, где абсолютно все забивают, да, где, либо играет от 2-х очков, где ошибаются, 3-х очков в лицо летит, да, там, там, конечно, нет места для подборов, да, но опять же, если же вы не сделаете, иногда в таких играх решают очень мелочи, да, если вы не сделаете что-то, какую-то мелочь, да, она может в конце игры вам сказаться и вы проиграете те же самые 2, 3, 4 очка, не знаю, там, 6, ну, как говорится, игра хоть и 5-минутная, но складывается из мелочей, в общем, как-то так. Ладно, так, в общем, все вроде бы рассказал, всем счастья, здоровья, любви, всем хорошего настроения, всем пока-пока.